Ну что же, я думаю, нужно приступать непосредственно к живописи и немножко рассказать о тех материалах, которыми мы будем работать. Что очень важно помнить тем начинающим художникам, которые хотят сделать живопись свою более интересной и тонкой и изящной, это то, что не нужно сразу бежать в очень большую палитру. Что мы сделаем с вами? Мы с вами берем ограниченное количество красок. И это здорово, потому что в суженной палитре мы сможем добиться вот как раз такого вот качества. Почему именно в суженной палитре? Потому что нам достаточно охры, нам достаточно сиены или умбры сженой, черной и белин, для того, чтобы добиться практически всех оттенков, которые нам нужны. Перейдем непосредственно к палитре. То есть я сейчас выдавливаю умбру или сиену сженую. Вот она у нас отвечает как за коричневый цвет, так и за красный. Также я выдавливаю черную. Она у нас отвечает как за черный, так и за синий цвет, потому что в разбеле она у нас будет именно видна как холодный оттенок. И охра, которая отвечает как за охру желтый, так и за желтый. Вот. Это вот количество связующего в этом тюбике чуть больше, и поэтому она у нас немножко побежала вниз палитры. И белила. Белила титановая, ладога. Сейчас мы как раз и белил тоже на палитру возьмем нужное количество. Я думаю, что многие из вас, подготовившись к данному мастер-классу, уже перевели на свою бумагу или картон, или холст тот рисунок розы, который мы сегодня будем с вами воспроизводить. И еще очень важно, давайте пока как бы у нас идет вводная часть, проверьте, есть ли у вас под рукой фен. Потому что работать будем все-таки достаточно быстро, и хотелось бы, чтобы время у нас не уходило впустую, и мы сумели с вами сделать как можно больше. Поэтому очень хотелось бы, чтобы фен у вас под руками был. Итак, первое, с чего мы с вами начнем. Мы с вами начнем с рисунка. Возьмем тоненькую кисть и начнем намечать рисунок. Для этого мы возьмем сиену или унгру. Слегка ее размешаем с водичкой. И аккуратненько начнем намечать наш цветочек на бумаге или картоне. Акцентирую ваше внимание на том, что, дорогие друзья, и о чем и просил, чтобы бумага или картон у вас были поплотнее, чтобы лист бумаги у нас не загибало очень сильно. Да, мы его, конечно, закрепляем скотчем малярным, для того, чтобы он у нас сильно не изгибался. Но все равно, несмотря на это, на то, что скотч нам, конечно, поможет очень сильно, в том, чтобы живопись была максимально приятной, мы должны бумагу выбирать более плотную. И тогда при нанесении цвета, тона, впечатление от живописи у нас будет гораздо лучше. И процесс будет намного-намного приятней. Так как лист изгибаться лишнего не станет под напором влаги. После того, как мы с вами наметим рисунок основной, и выбор данного цветка и данной фотографии не случайен, потому что вы видите, что на нем видно то, что направленное освещение, оно как раз показано хорошо тем, что есть падающие тени. И это очень важно. Сейчас я намечаю основные направления листьев, лепестков в бутоне, и стараюсь сформировать весь бутон по силуэту в целом в листе. Делаю это специально покрупнее, чтобы мы с этим замечательным цветком познакомились поближе. И сумели проработать его получше. Для тех, у кого картон или бумага белая, не волнуйтесь, вот у меня сейчас серый картон. Ничего страшного. Главное наметить рисунок линейно. Потом мы по этому линейному рисунку пройдемся серым тоном. Обозначим вот этот вот локальный тон белой розы. И обозначив локальный тон, сможем перейти и к фону, к созданию фона. И в то же время мы сможем пойти и в светлую, и в темную сторону при лепке формы самого цветка. Почему именно такая техника? И почему именно такой подбор красок? Поверьте, это не случайно. Дело в том, что уже до нас старые мастера изобрели эту замечательную линейку, по которой они тоже работали неспроста. Несмотря на то, что жизненный ритм их, в отличие от нашего, сильно отличается, и, конечно же, в наш стремительный век интернета и разных приспособлений, гаджетов и всего, он совершенно другой, их также, ну, как бы это сказать, языком рикетиров прессовали заказчики. И прессовали очень сильно в плане сроков. Вы удивитесь, но во многом ведь, то есть, вот в средние века заказчиками у художников являлись и аристократия, а еще больше церковь. А священства, они вот всегда, когда что-то заказывают для благолепия храмов, которые строились или для украшения тех или иных интерьеров, они всегда торопились. И потому художники не имели такой возможности, чтобы очень-очень надолго растягивать подобные заказы. И, соответственно, думали о том, как выполнить их быстрее. Кстати говоря, именно по этой причине масляная живопись была известна, стала известной и популярной гораздо позже, нежели была изобретена. Изобретена она была совсем не голландцами и не ванейком. То есть, она была описана в трактатах еще за несколько веков до ванейка. Другое дело, что ванейк, он просто сделал эту технику масляной живописи настолько выразительной и привлекательной, что уже обойти ее не могли. А не пользовалась она популярностью по одной простой причине. Долго сохла. Долго сохла, и из-за этого работы велись в этой технике очень долго. Вот сейчас я наметил рисунок. То есть, обвел то, что у вас есть в подготовительной части в плане фотографии, используемой к нашей сегодняшней теме. Так вот, масло долго сохло. И что только не делали. Вот. То, что... И комбинировали ее с темперной живописью. Делали темперный подмалевок, потом писали маслом. Вот. Было много разных ухищрений, но так или иначе, тех волшебных возможностей, которые есть сейчас у нас, они не имели. У нас есть акрил. И в этом плане техника совершенно волшебная и великолепная. В том плане, что краска не пахнет, позволяет работать в домашних условиях. Не у всех есть мастерские, а писать очень хочется. Вот. И поэтому, работая в этой технике, вы имеете шикарную возможность, в отличие, скажем, от акварели и гуаши, объединить сильные стороны и той, и другой техники вместе. Но еще плюс использовать сильные стороны масляной живописи. это лессировки и высыхающие слоя необратимо, чтобы их потом нельзя было размыть. Акрил именно это нам и позволяет делать. Сейчас я продолжаю намечать рисуночек той композиции, которая у нас с вами намечается. использую я при этом серый картон и разведенную с водичкой умбру жженую. Также можно использовать и сиены. Просто сиена будет чуть-чуть более теплой. Что очень хотелось бы подчеркнуть в том, что сейчас мы используем всего четыре цвета. в том, что для начинающих художников иногда бывает искушением, когда на палитре очень много цветов, хочется использовать и этот, и этот, и акцент где-то поставить поярче, еще что-то. И в итоге, то есть, палитру и красивые цветовые отношения в плоскости картины удерживать трудно. Нелегко. А здесь вы изначально промыслительным образом ограничены. Ограничены в хорошую, в добрую, в доброе направление, потому что работая в этих четырех цветах, у вас получится сдержанная, изысканная и очень выразительная вещь. Именно поэтому мы сейчас делимся с вами этим опытом сдержанной палитры. Ну вот, после того, как рисунок намечен, обведем, первым делом мы пройдемся с вами по фону. Пройдемся с вами по фону и пройдемся с вами по фону аккуратно. Нам важно показать легкую растяжку от темного к светлому. Темнее у нас будет сверху, для того, чтобы показать контраст с освещенной частью розы и чуть-чуть светлее к низу. Для этого нам нужно взять широкую кисть. Широкую кисточку возьмем. Вот. Это может быть синтетика, это может быть щетина, но синтетика в данном случае чуть-чуть лучше, потому что у нее волос мягче и будет меньше фактуры от непосредственно самой кисти на бумаге. Вот. Сейчас взял охру, черную, умбру или сиену и аккуратно не спеша с водичкой чуть-чуть прохожусь. Тряпочку в руке держим, конечно же, для того, чтобы где-то излишки краски можно было снять. Начинаем проходиться по фону. Вот заметьте, вы прошлись, а у вас где-то те листочки, которые мы наметили, они все равно будут просвечивать. Не волнуйтесь, даже если они уйдут совсем, для нас самое главное это силуэт цветка. Что у нас происходит в данном случае? То, что кроме того, что мы прорабатываем фон, мы тот лист или картон или холст, на котором вы работаете, мы его еще грунтуем. Так как вы знаете, что вот сейчас те фабричные холсты, которые у нас продаются, они чуть ли не в 90% загрунтованы именно акриловыми грунтами. А здесь основа связующего та же самая, акриловая. И мы как раз прорабатываем момент грунтовки. И в то же время и в первую очередь фон. Прорабатываем фон. Силуэт выдерживаем. Видите, плоской кистью как удобно обходить тот рисунок, который у нас есть, с вами который намечен. Так, проработали. Так, где-то я здесь, по-моему, какие-то лепесточки забыл. Да. Немножко заговорился и ушел повод, которые идут лепестки пониже. Так, прошлись жидко с водичкой обозначили. И уже у нас выявился силуэт цветка. Для тех, у кого цветок белый, мы специально и в данной работе тоже пройдемся легким серым тоном по самому силуэту цветочка. Для этого мы возьмем белило и буквально вот с этим же цветом фона замешаем легкий сероватый оттенок. То есть, у нас здесь и черное, и умбра чуть-чуть присутствует. То есть, такой серовато-теплый оттеночек, сквозь который будет просвечивать сам рисунок розы. вот этим серым тоном мы проходимся по силуэту цветочка. Дальше вот здесь я еще вспомню, что я немножко забыл лепесточек один показать его обозначу вот таким вот образом. То, что у вас бумага белая, вот как раз должно и перекрыться серым тоном. А из-под этого серого тона должна как раз светиться та линейная подготовка в плане рисунка, которую мы сделали до этого. после того, как у нас эта стадия пройдена можно ее подсушить. Подсушили. Ориентируясь на то, что в большинстве случаев тех учеников, которые работают сейчас с нами, у вас холсты или бумага белая, мы еще раз легонечко, чтобы у нас не потерялся рисунок, пройдемся по тем линиям, которые у нас есть. Еще раз их оживим, наметим. Чтобы они у нас не потерялись под вторичной лессировочкой. Еще раз оживочками возьмем этот рисунок, обозначим лессировкой. Для того, чтобы потом опять пройтись по нему лессировкой, серой. Все это делается с одной простой целью. для того, для того, чтобы тот белый тон бумаги или картона, который вы сейчас используете, мы смогли чуть больше выровнять. Чтобы светящийся белый тон картона или бумаги не сильно нам мешал сквозь фактуру мазков кисти. Так как если бы сейчас у меня здесь была белая бумага, следы от кисточки с серым колером он бы был виден, конечно, намного ярче и больше. И поэтому мы эту стадию делаем не один раз, а два. Все для максимального вашего комфорта, для того, чтобы предмет нашего вдохновения был вам понятен, ясен и приятен в изображении. Так как роза это всегда такой цветок, которому подходишь с придыханием. Так как видишь обилие его лепестков, изгибов формы, и иногда это может немножко смутить и показаться, что это сложновато. Да, это непросто, но если знать правильные ходы и приемы, и это становится понятным и доступным. Ну что же, вот я еще раз прошелся по рисунку. Пока, кстати говоря, подсыхает у нас рисуночек, можно еще раз пройтись по фону. И вот здесь уже не обязательно брать широкую кисть, можно, конечно же, и есть же пройтись, но можно взять и кисть круглую синтетику, но чуть большего номера, скажем, вот у меня пятый или шестой номер, то есть вот он есть, и замешать колер, коричневая у нас идет, черная, и верхушечку фона уже этим тоном можно смело выкрашивать. Сейчас я как раз это подведу. По подготовленной поверхности, после того, как у нас уже фон залиссирован один раз, нам выровнять фоновую растяжку будет проще. А зачем можно такая зона работала? У нас сразу по прокрашенному розе прорисовку или вот? Про прокрашенную розе? Да, про прокрашенную розе прорисовку. Зачем двойная вот такая роза? Все очень просто. Если вы сделаете про прокрашенной розе просто по силуэту одну лессировку серую, и потом начнете наносить на нее рисунок вот этих всех лепестков, они у вас будут смотреться очень контрастными и вырезанными. А лессируя вот этот темный рисунок серым тоном, они у вас будут еле видны. Потому что посмотрите на то, что мы рисуем. Это белое на белом, белые лепестки на белых лепестках. И естественно, чего мы хотим, это то, чтобы у нас все-таки получился этот эффект плавности и мягкости переходов. А как их добиться? Их можно добиться только художественными приемами определенными. И вот это как раз один из тех приемов очень важных. Когда мы используем лессировки. Поверьте, лессировки это как раз прерогатива масляной живописи. А здесь акрил позволяет использовать именно сильную сторону этой техники. нормальные герои всегда идут в обход. Вот мы пообщавшись с этим сложным цветком приобрели определенный полезный опыт и сейчас передаем его вам. А если писать маслом тоже два раза надо грунтовать? А вот если писать маслом у нас для этого есть замечательный курс по розам где мы как раз показываем как соединять в себе две техники акрил плюс масло. Но это отдельная статья отдельная тема. Кстати работа эта у нас есть сейчас и она за спиной сейчас я ее могу достать и показать то есть то где как раз 80% наверное выполнено акрилом и потом переведено в цвет маслом то есть это к тому что сейчас я с белилами делаю легкую растяжку внизу чуть больше белил добавил и охры и как раз растягиваю к низу от центра розы наша задача вот в данном случае нашего общения с вами на конференции чтобы вы почувствовали в себе силу чтобы вы смогли для себя понять что вы это можете все это доступно все это понятно и и очень приятно кстати говоря когда получается но получается оно именно когда знаешь как вот до такой стадии сейчас нужно довести то есть у нас темный верх чуть чуть светлее низ и подготовленная поверхность после этого так же как я и говорил сереньким тоном тем же тоном который у нас предыдущий был мы опять наносим лисировку и наносим ее как раз для того чтобы фактуры от мазка выровнять вот сейчас она у меня достаточно ровная здесь фактура но я все равно еще раз нанесу лисировку потому что у тех кто работает на белой бумаге фактура от мазков на белом фоне она видна сильнее и поэтому требуется повторная лисировочка вот я сейчас ее наношу она и мне здесь полезна именно тем что рисунок просвечивать у меня будет он будет просвечивать очень легко и он не будет мешать мне выписывать все тонкости и нюансы белых лепестков он является локальным тоном что очень важно многие из вас кто работает вот с белыми холстами которые у вас есть в изобилии в любом городе в салоне в художественном которые продаются если вы их не грунтуете сами а пишите сразу на белом вспомните что чтобы у вас солнышко или снег засветился вам нужно прокрыть весь холст потому что те белые фрагменты холста которые не закрыты краской они светятся очень ярко и не позволяют расставить акценты а мы как раз с вами сейчас выполняем ту работу что эти акценты светлые мы уже расставить можем потому что у нас есть фон темный есть растяжка от темного к светлому чтобы у нас заиграл контраст и есть локальный тон лепестков розы серый досушил вот вот данный холст скажу сразу когда передо мной поставили задачу написать розы в контражу для меня это было очень приятно и неожиданно потому что я давно хотел такой вот такую задачку перед собой поставить и как за нее взяться долго думал потому что очень важно суметь поймать вот эту прозрачность лепестков подойти к ней а валя прима такие вещи делать очень сложно естественно так как передо мной поставили эту задачу ученики что нужно сделать такую работу они очень хотят написать этот вид я подумал а как же мне попроще и подоходчивее это все сделать я понял что курс выйдет немаленький то есть он конечно более по-моему пяти часов да и мы не пошли ни на какие сокращения мы открыли все тайны и секреты мы сделали полностью в начале очень хорошую подготовительную работу в акриле и потом уже завершающими мазками где-то процентов наверное 30 работы у нас выполнено маслом но именно после масла она стала полноценной станковой масляной живописью поэтому подобные вещи они начинаются с того урока который мы сейчас делаем с вами так слой у нас высох и сейчас мы с вами перейдем уже непосредственно к работе над моделировкой лепестков как вы видите у нас прозрачненько все легко светится сейчас что мы можем сразу сделать для себя вот взяли кисточку уже я беру потоньше ее то есть это у меня где-то номер наверное второй замешиваю белил чуть-чуть побольше но все равно это еще не яркий цвет и не думайте что он у вас сразу будет таким ярким каким кладется на картон или бумагу потому что акрил он дает некоторую усадку он слегка бледнеет и поэтому вначале он кажется ярким потом становится чуть более бледным но нам это даже в плюс потому что мы будем работу набирать постепенно вот сейчас я что я намечаю я намечаю рисунок падающих теней на лепестках которые у нас как раз видны и после того как вот я обозначил вот эту границу падающих теней я стараюсь мазочки наносить внимательно смотрим по структуре лепестка я его как бы обнимаю глажу это как водичка которая течет по нему стекает как роса которая скатывается от дуновения ветра по лепестку розы утром вот наметил по движению лепестка по его росту подчеркивая фактуру его лепесточка то же самое с другими лепестками где у нас есть падающая тень мы вначале обозначаем с вами линию потом где у нас граница это света и тени идет наметили ее и потом как раз начинаем так же следя за лепестком как он изгибается по его форме мазочками лепить объем вот вот даже здесь сейчас уже видно насколько акрил посветлел то есть он пока я работал над этой частью он уже начинает высыхать и чуть бледнеет живопись она чем пленительна особенно в том стиле в котором мы работаем реалистический академический в том что мы стараемся с вами передать как можно больше количества градаций оттенков и цветов но цвет это все-таки верно окрашенный тон потому что если у вас работа даже с небольшим количеством ярких акцентов но она очень-очень тонко разобрана в тоне она получается ближе к тому видению которое нам дает человеческий глаз потому что фотоаппарат этого дать не может он все равно проигрывает человеческому глазу во много-много-много раз а художник когда он тратит определенное трудовремя на создание своей трудочасы на создание своей картины он приближается к тому впечатлению которое у нас дает человеческий глаз от лицезрения той или иной картинки и поэтому мы когда смотрим и говорим что ух ты как фотография на самом деле мы на живопись если мы смотрим и говорим ух ты как фотография если на самом деле очень хорошая реалистическая живопись то есть мы говорим не как фотография на самом деле а на подсознательном уровне мы говорим это как видит наш человеческий глаз то есть мы хотим сказать картинка как живая А именно она живая из-за того, что в ней передано оттенков и цветов Больше, чем дает фотография Ну и, конечно же, очень важен художественный отбор Тот, который проходит через сердце художника Через его душу, через его видение Через его миросозерцание То, что он транслирует То, на чем он хочет заострить и остановить взгляд зрителя На том, что его поразило И вот когда мы с вами можем С помощью этих живописных приемов Взгляд зрителя остановить Показать, что мир прекрасен Не надо бежать и торопиться Не надо печалиться и расстраиваться Надо радоваться каждому дню Который есть в нашей жизни Вот это вот основные направляющие живописи Дать человеку возможность Момент созерцания То, чего сейчас очень сильно не хватает И вот с помощью вот так же Вот видите, я мазочками стараюсь Как раз идти по направлению лепестков Я сейчас это Делаю Как раз ориентируясь На тот рисунок Который у нас есть Заметьте За счет того, что У нас подкладка серенькая У нас уже есть Локальный тон Если бы подкладка была, скажем, черная А я вам открою секрет Вот эту розу я написал по черной подкладке И потратил очень много времени Чтобы добиться этого эффекта То есть я помучился Но это мучения мои Моя задача Чтобы у вас эффект этот Получился гораздо быстрее Я понял, что Нужно сделать работу лучше И нужно дать более эффективный И действенный прием И я как раз вспомнил Что вот в этом вот Уроке Который с букетом роз Я как раз шел Не изменяя себе И я белые розы писал По серой подкладке И поэтому мы сейчас вам даем Самый эффективный прием Многие интересуются Гуашью и маслом Такой же техники Можно писать или нет? Маслом, да Гуашью сложнее Честно вам скажу, что Гуашью можно Но она потребует от вас Большей дисциплины в маске Почему? Потому что Надо уметь растягивать И растягивать вот эти вот тона Здесь мы видите Пользуемся чем? Тем, что Вот Тем, что Краска, по которой мы сейчас работаем Она высохла Если бы сейчас я работал Гуашью Вот под той же самой линейкой Я, во-первых, должен был бы Работать Очень уверенно Не боясь того, что у меня Нижний слой Смазывается с верхним А это требует Очень жесткой руки Чтобы четко знать Где и как Себя поведет Тот или иной Оттенок То есть Ну это Ну как Ну я не знаю Ну как Подносы жестого То есть там Где мастерицы Они уже просто Одним движением руки Глядя в один глаз Выводят такие цветочки Но это уже Ближе все-таки Вот к декоративной живописи А здесь, видите Мы же с вами следим За изменением формы Мы стараемся передать Натуру Освещение Вот И Поэтому Задача именно Вот Данной конференции Показать вам Гибкость окрыла Да Гибкость окрыла Показать что Ребята Он доступен Дорогие Начинающие Художники Юные мастера Все у вас получится У вас в руках Есть Материал будущего Это окрыл И он позволяет Делать просто чудеса Вы его можете использовать В чем угодно В декоративке Можете использовать То есть там В подновлении Мебель Что угодно На стремной росписи Да На стенной росписи Да Кстати Если Вот вы сейчас Работаете с нами И Вам этот материал Понравился Вы что-то для себя Очень важное Открыли в нем Пожалуйста Загрунтовали стену И применили все эти Вот Великолепные фишки И секретики В стене Мы этим пользуемся Постоянно Тем более Когда Почувствовал Кайф От того Что у тебя Получилось Когда Ощутил Что у тебя выросли Крылья за спиной От того Что Я могу Ну Тогда просто Хочется пробовать Это везде Расписывать Стены Потолки Все Я Когда Помню Я Открыл Этот материал Для себя Все Я В мастерской У тести Расписал потолок Тут же И очень быстро На ютубе Да Ну Да 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 Я Не помню Где-то он У нас Этот ролик Был И если что Елизавета На него Ссылку Может дать Вот Вполне То есть Как это было Поэтому Вот Давайте Работайте Пишите Ощущайте Радость От творчества И потом Применяйте Это На всех Плоскостях Тем И великолепна Конференция Что Получая Вот эти Драгоценные Навыки Вы Возможны Конечно Только Полетом Фантазии Да 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 И морально Этическими Нормами Так Как Оружие Обоюдо Острое Куда Вы его Развернете То Оно И будет Поражать Поэтому Воспевая Прекрасное Доброе Вечное Счастье Вам Уважение Почет И тысячу Очков В карму Вот Я сейчас Тоже Уже Начал Работать Своими Детьми Акрилом Потихоньку Вот Им очень нравится Они Ощущают От этого Тоже Определенный Полет Такой Вот Но Еще Конечно Все равно Лучше Идти В Обучение Детей Вначале Через Акварель И гуаш Чтобы Потом Уже Закрепить Успех В Акриле То есть Акрил Это Все-таки Я считаю Немножко Шажочек Следующий После Этих Техник Именно Для того Чтобы Вы Ощутили Разницу И Смогли Оценить В полной Мере Все прелести Данного Материала Ну вот Продолжаем Работу С Лепкой Формы Лепестков У нас Постепенно Начинает Рождаться Цветочек Сейчас Вот здесь Чуть Охры Добавлю И Слегка Пройдусь По Некоторым Теневым Частям Пусть Он Вначале Кажется Вам Очень Светлым Этот Тон Но Поверьте Когда Он Сядет Он Не будет Таким Ярким Поэтому Мы Его Еще И С Водичкой Разбавляем И То же Самое Вот Здесь Я Слегка Прохожусь По тени То есть Нам Нужно Показать Свечение Лепестков И Рефлексы От Близ Близ Лежащих Плоскостей Он Высохнет Сядет И Будет Нужного Тона То же Самое Здесь Опять Возвращаемся К серому Холодному Тону И Завершаем Лепку Как раз Лепестков Уже В центре Бутончика Так Продолжаем Работу Вот В целом Бутончик Сейчас уже Сложился Основные Плоскости Намечен Слегка Дан Слегка Дан Как раз Объем Но Как вы видите Он подсел И он Не в полную силу Идет Пока Данная часть Работы у нас Подсыхает Я возьму Охру Возьму черную Чуть Чуть-чуть Чуть-чуть Белил Замешаю Зеленоватый Оттенок И Намечу Лепестки Как раз Освежу Этот Свеженьким Сделаю Рисуночек Листочков Не забываю Что Край Листа Роза У нас Резной Не забываю Что здесь Есть еще Падающая Тень От Листочка Она Очень Важна Направленное Освещение Оно Солнечности Придает Нужной Нашей Картине Вот И В эту Сторону Сейчас Несколько Лепесточков Мы еще Дадим Вот Наметили Лист Потом Следующий Дело в том Что Вот Пожалуйста У меня Работа Она А4 Формата Рамки Такие Доступны Очень Даже В качестве Тренировки Если Вы Несколько Таких Роз Напишите По Данному Уроку У вас И подарки Будут Замечательные И Руку Вы Свою Очень Хорошо Поставите На Изображение Данного Цветка Чем Данный Цветочек Хорош Который Мы Сейчас С вами Пишем Он Не Как Ромашка Он Посложнее И Соответственно Творческий Рост Ваш При Выполнении Данного Урока Будет Намного Выше И Это Будет Намного Полезнее Поэтому Не бойтесь Того Что вам Придется Потрудиться И Награда Ваша Будет Больше Потому что Тот Драгоценный Багаж Знаний Которые Вы получите По Выполнению Данного Урока Он у вас Будет На одном Из первых Мест В сокровищнице Ваших Художественных Достижений Прописываю Немного Лепесток Свет Тень Делаю Это я Сейчас Для того Чтобы Некоторые Могут Слегка Зауныть Заскучать Когда Лепесток Один И вокруг Него Лишь Только Темный Фон А Когда Все-таки Намечены Листва То Ощущение От работы Оно Порадостней Посолнечней И Когда Вы будете Расставлять Акценты Уже В самом Цветке У вас Настроение Будет Стремительно Улучшаться А так Вам Приходится Немножко Подождать То есть Я-то себя Где-то Сдерживаю И Может быть В первую Очередь То есть Вот эту Листву Не пишу Я стараюсь Все-таки Когда я работаю В первую Очередь Выложиться В цветках Но я Очень знаю По самому Себе Что Когда Глаз Устал Замылился От цветочка А настроение Творческое И Воодушевление Оно Очень Нужно Для того Чтобы продолжать Работу С положительным Настроем Надо На чем-то Отдохнуть А на чем Отдохнуть Ну конечно же На листве Вот И поэтому Мы тогда Отдыхаем На листве Спокойно Пишем Листочки Работа Опять же У нас Не стоит На месте Движется И после Того Как На листочках Мы Отдохнули Спокойно Опять Переходим К лепесткам Розы Вот Ну как В поговорке Мы писали Мы писали Наши пальчики Устали Мы немножко Отдохнем И опять Писать Начнем То же самое У нас Получается С Вот как раз Данным Цветочком Сейчас Завершу Листочек И как раз Уже Мы Перейдем С вами К следующему Этапу Прописи Лепестков Розы Или за это Прилагают Сделать Паузу Нет Стофаж Возможно Бабочки Или Не знаю Больше Коровки На верхнем Листочке Стоит Не стоит Так Конечно Стоит И конечно Я всегда За Стофаж Даже Когда Никто Не говорит Что Будем ли мы Делать Стофаж Я всегда Голосую За Стофаж Но Давайте Все-таки Вначале Мы с лепестками Разберемся Ну Больше того Скажу Что Здесь Как в айсберге Многие Из тех Работ Которые Мы пишем На мастер-классе Естественно Я трачу Еще потом Может быть В два раза Может быть Ну да Где-то еще В два раза Больше Времени На то Чтобы их Где-то Довести И может быть Каким-то Стофажем Дополнить И не все У нас Входит В формат Мастер-класса Потому что Мы ограничены Во времени То есть У нас тоже Выступление Оно не резиновое Другое дело Что могу сказать Совершенно Уверенно Это то что Сейчас мы Пишем Цветок И даже Если у нас Времени Не хватает Я напишу Этот Стофаж Так как Мы записываем Урок Полностью На HD И для тех Кто выбирает Тот или иной Курс Который Мы сегодня Вам предлагаем Эта запись Конечно же Будет Прилагаться И вместе Стофажем Следите за тем Что у нас Получится После выступления И вы оцените То что у нас Вышло В плане Стофажа Поверьте Мы подготовим Для вас Приятный сюрприз Стофаж Будет Не в единственном Числе Так Все Наметили Листву Переходим Опять К прописи Лепестков Для этого Сейчас мы возьмем И немножко Почистим палитру Беру прямо Щетиную кисть Смываю Вот эти вот Моменты Где у нас Краска высохла Чтобы она Нам Как раз Своими Высохшими Элементами Не мешала Прописывать Тонкие детали Вот Счистил Как раз Вот эти Все неровности Немножко Вытираю Тряпочкой Так Охра Хватает Умбра Или сиена Вот еще Додавил Немножко Черной Так Подсушить Вот Подсушил Видите Несмотря на то Что писал Достаточно долго Всю вот эту Листву Центр С акрилом Не успел Высохнуть Это говорит О том Что фен Под рукой В данном Случае Очень и очень Даже нужен Сейчас Продолжаю Писать Света Постепенно Набирая Немножко Охры Возьму Чуть-чуть Охры Взял Водички И опять По светам И опять Проявлять Постепенно 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 Вытягивать Розу Не бойтесь Того Что вы сейчас Пересветлите Потому что С охрой И с водой У вас все равно Получается Не самый яркий тон А так как он Разведен с водичкой Он у нас Кладется жидко Мазочками И соответственно При высыхании Чуть Побледнеет И станет Не таким Активным Но главное Что мы сейчас Подчеркиваем Света Границу Света и тени Контрасты И вот видите Сейчас у нас идет Вторая пропись То есть Первая То есть Третья пропись Первая У нас Это была Серый тон Слегка Светящийся рисунок Сквозь него Потом Мы слегка В один тон Наметили все Лепестки По их Направлению Мазочками Тоже Светло-серым Тоном И сейчас у нас Третья пропись Мы усиливаем Световые акценты Вытягиваем их И вот поверьте Уже Вот с третьей прописи Вы будете видеть Насколько у вас Роза преображается Она оживает А всего-то Мы с правильного Направления Зашли К решению Этой творческой задачи Потому что Мы уже не раз Писали этот цветок Мы уже Над ним Потратили Много часов И времени Чтобы Понять Как это делать Поэтому Работайте вместе с нами Пишите вместе с нами У вас все будет получаться Нам очень важна Обратная связь с вами Потому что Когда Ученики Пишут И рассказывают Как у них Получилась Та или иная Работа Ну Просто Сердце радуется Душа поет Ну что Видишь работу Прекрасную Замечательную И знаешь Что ты к ней тоже Каким-то Образом Прикоснулся Причастен Что твой опыт Пригодился Все понимаешь Что не зря Это здорово И конечно же На чем Хотелось бы Сконцентрировать Ваше внимание Вот Заметьте Я сейчас Все очень подробно И внимательно Объясняю Вам Чтобы вам Была понятна Суть Того Как действовать При Работе С красками С акрилом А теперь Представьте себе Насколько Интересно Работать Не над Одним цветком А над Целой Большой Картиной В которой Я подробно И внимательно Объясняю Шаг за шагом Что и Зачем Я Делаю И как Я это Создаю Вот За полтора Часа Если Люди Столько Спрашивают То Работа Ну Там Урок Во-первых У нас Уроки Они по-моему Не менее Четырех часов Длятся Ну Средним Да Это не менее Четырех То есть Пять А то И шесть И поверьте Это время Не пустое И оно С постоянным Объяснением Того Что происходит На картине Но Это того стоит И это того стоит Почему Потому что Зачастую Как происходит Ученик Открывает Какую-то Картину Или мастер Класс Смотрит Ух ты Как здорово Я так точно Не смогу Почему Не смогу Дело в том Что вот Опыт Последних Трех лет Моего Пребывания В онлайн Обучении И мастер Классах С помощью Обратной Связи И тех Работ Которые Мы видим Выполненные По Нашим Мастер Классам Мы видим Что Наш Труд Он Он В правильном Направлении Создан То есть Он Наша Система Она работает Она работает Она работает Потому что Она Выстрадана Выстрадана В прямом Смысле Слова До того Как я Занимался Онлайн Обучением Представляете Себе Такая Ситуация У тебя Есть Большой Объем Настенной Росписи Большой Объем Ты его Точно Сам Не осилишь Тебе Нужны Подмастерия И подмастерия Не такие Которые Просто Загрунтуют Краской Стеночку Или там Переведут Рисунок Нужны Подмастерия Которые Будут Прописывать Детали И делать Очень серьезную Работу Взять их Неоткуда Их можно Только Обучить И Приходится Брать Обычных Учеников Которые Умеешь Нам Нужна Эффективная Система Когда Человек Не подсажен На то Что он должен Постоянно Иметь Общение С Педагогом Что он Без него Без живого Мастер-класса Ничего сделать Не может Здесь Нужна система После Выполнения Нескольких Мастер-классов Которые Художник Может работать Самостоятельно Он понимает Что он делает И зачем Вот именно Этой-то целью И Эту цель И преследуют Наши мастер-классы И картины Которые мы вам Предлагаем Написать Вместе с нами Более того Те работы Которые Написаны И записаны В мастер-классы Это Такой Концентрат Потому что Если вы Видите Скажем Какой-то букет Он написан До этого Не один раз Он Тренировался И отрабатывался В разных техниках И до этого Он был написан Не за 5-6 часов Общего времени Записи А За Сумму в часах Раза в 3 Большую Поэтому В этом плане Я считаю Что Это Огромное Подспорье И подспорье Во многом Еще и Для моих Учеников Которые Вот И для детей Тоже Которые Со мной В городе Ижевске Работают Так что Вот так Все Все уроки Они имеют Четкую цель Определенные задачи Разбиты На стадии Там идет Объяснение Какими материалами Работаем Почему мы Этими материалами Работаем И И очень важно То что Та дорожка Которая Кажется На первый взгляд Вам Длиннее Это то что Ну зачем Нам грунтовать Холст В цветную Имприматуру Ну зачем Нам переносить Рисунок Да к чему Этот подмалевок А зачем Это вообще Комбинированная Техника А начну Ко я писать Валя Прима Начинают Писать Самостоятельно Валя Прима И потом Осознают Что Владение Кисточкой Которая у них есть Несколько Не хватает И результат Не дотягивает А здесь Мы В короткие сроки Получаем Максимальный Результат Более того Я помню Те радостные лица Учеников Когда они На стадии Вот этой Резали Говорили Ой А я больше Трогать работу Не хочу Я хочу Ее оставить Так давайте Начнем еще Одну Они начинали Еще одну И успевали Сделать еще Одну работу Вот это было Конечно Очень приятно Потому что Я видел Эту бодрость Эту жажду Знаний То есть То когда Тебя слушают Делают Получается Это Большая радость И для ученика И для учителя Вернемся К прописи Я сейчас Работаю Над Как раз Лепестками Стараюсь Усилить Свет Там где Он Поплескивает Активней И как раз Подчеркиваю Вот видите Вроде бы я его Прописал Третий раз Свет выделил Но он Побледнел Просел Беру белило Уже гуще Чуть-чуть Охрочки И опять Прописываю По светам Вот эти плоскости И у нас Получается Переход Который мы Добиваемся Мазочками Вот в этой Штриховочной Такой технике Сглаживается Да Сглаживается То есть У нас получается Переход Тоньше И акцент И Подчеркивается Фактура Лепестка То есть Все это идет Постепенно Так Все ближе и ближе Подбираемся К центру Бутона И Что очень важно Мы с вами В цветах Запутаться Не можем Никак Что А что же Там Мы мешали А у нас Здесь идет По большому счету Светлее Темнее За счет Того Что Акрил Слегка Бледнеет При высыхании Вы Не сделаете Работу То есть Работу Над лепестком Слишком яркой То есть Что положили Так А его Гасить надо То есть Вы его Все равно Постепенно Высветляете 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 И высветляете Просто там Где вы положили Краску гуще Он у вас Высох И Бледным Стал меньше То есть Он поярче Стал Тут есть еще одна Очень интересная вещь Мы покажем Лиссировку Обобщающую Если успеем Если не успеем То она у нас Будет записана Уже После окончания Конференции Мы ее все-таки Не упустим Потому что Вот Данного эффекта Чтобы добиться То есть Нужно было провести Обобщающую Лиссировочку Белилами И вытягивать Света До нужного Состояния А Вся работа Идет Светлее Темнее Мы Следим За Изгибами Формы Мы стараемся Показать Где у нас Вот сейчас Вот посмотрите Я сейчас делаю Рефлекс Который идет Вот от этих Вот светящихся Лепестков На эту часть Лепестка теневую И стараюсь Ее растянуть Слегка Показать И то же самое Здесь Чуть-чуть Охры добавлю Еще сюда Желтенькой Вот И так же Подсвечу Легко Легко Вот эту часть Бутончик И здесь То же самое Вот таким образом Складывается Работа Конечно Данная Метода И техника Она Не как у художников Как-то Которые очень-очень Лихо Кисточкой И так Проведут И так И так И так И так Потом Ну Я так тоже могу Поверьте Вот Это у нас Тоже Научили Но Здесь Есть Обратная Сторона Когда Я пытался Подобное Показывать Ученикам На живых Мастер-классах Получалось Так Что Они Немножко Смотрят На меня Хлопают Глазами А повторить Ничего Не могут Потому Что Это Все-таки Уже Наработки Чуть Большего Количества Времени Потраченного На обучение И Тогда Я понял Что Лучше Так Не делать Лучше Все-таки Выработать Систему Которая Несколько Пусть Подлиннее Но Зато В голове Непоняток После этого Не остается Потому Что Ты Видишь Как ты Работу Двигаешь Свою Шаг За шагом Ты Понимаешь Что И Зачем Ты Делаешь Где Ты Вот Сейчас Я Выражаю Свет На Лепесточке Я Его Подчеркиваю До Этого Мы Лепили Свет По Форме Лепестка И Все Мы Это Проходили Обозначая Словами То Сейчас Идет Эта Стадия До Этого Мы Локальный Тон Проложили Сейчас Мы Можем Взять И Уже Где-то Усилить Теплые Глубокие Тени С Охрочкой Которые Есть Особенно И видны В фотографии И мы Каждый Раз Себе Обозначаем Словами Что И зачем Я Делаю Чтобы У нас Бездумного Движения Кисточкой По Холсту Не Было То Когда у вас Есть Основные Базовые Приемы Работы Кистью На холсте Создание Объема Тогда вы Легче Создаете Любой Образ Почему я вам Так это Сейчас Подробно Очень Даю И Объясняю Чтобы вы Поверили в то Что те курсы Которые мы Для вас Создали Вы можете Писать Такие же Картины Вы можете Освоить Эту Технику У вас Она Обязательно Получится Люди Светают На то Что Многолишня Но Если Объяснять Полностью Весь урок У нас Не хватит На ограниченное По времени Объяснить Все Что Уложено Там Четыре часа Допустим Конечно Конечно Ну вот Что Значит Много Лишнего Мы Стараемся До вас Донести Впечатление От системы В целом Потому что Можно было бы Конечно Сейчас Вот так Сидеть И просто Говорить Вот этот Лепесток Я сейчас Там Плоскость Веду Теперь Вот этот Лепесток Плоскость Веду Вот этот Лепесток Веду А потом Вот этот А потом Еще к центру Вернусь И опять А Важно Это ведь Еще Да Постараться Донести До Ученика То О чем Думает Профессионал Когда Создает Свою Картину То Что Он Вот Я сейчас Подчеркиваю Теплые тени Глубокие Вот сейчас Идет Очень важная То есть Как бы Такой момент Стадия То есть О чем Я говорил До этого Мы работали В светлую сторону Сейчас Мы работаем В темную сторону В темную сторону Потому что У нас есть серый Локальный тон И в то же время Самые черные места У нас темные Не нанесены И мы можем Где-то Сделать ее Поглубже За счет За счет Того Что Акриловая Техника Позволяет Это делать Легко Мы Наносим Лиссировочно Это Прозрачно Представляете Себе Насколько Это Интереснее Выглядит Когда Мы Создаем Целый Букет Когда Мы Показываем В уроке Как Разные Бутоны Писать Почему Это Работает Как Этот Образ Создается Вот Это Вот Конечно Уже Другое Но Чтоб Поверить В свои Силы И увидеть Что Вы Это Можете Мы Пишем Сейчас Данный Сюжет С одним Цветком Показываем Как Это Работает Честно Вам Скажу Что Когда Я Только Начинал Смотреть Что Вообще На Просторах Интернета Появляется В плане Мастер Классов Там Лет Пять Назад Или Шесть Я Натыкался Конечно На Какие Уроки И Неполные То есть Там Вырезки Какие Фрагменты Сделанные Иностранными Мастерами Там Кто То Объясняет Кто То Не Объясняет Где То Просто Идет Ускоренная Перемотка Практически Нигде Нет Палитры То есть Там Как Подробных Объяснений Ах Как Ты Кусаешь Локти Вроде Ты Ты Профессионал Ты Все Знаешь И Все Понимаешь А Как Бы Тебе Хотелось Поглядеть Какими Же Он Цветами Работает Что У Него На Палитре О Чем Он Думает Что Он Объясняет Вообще О Чем Он Молчит На Протяжении Этих Получаса Когда Выписывает Цветок Что Он Считает Важным То есть Несмотря На То Что Тебе Кажется Что Ты Понимаешь Все Что Когда Читаешь Движение Руки Мазка Движение Краски Все равно Очень много Остается За кадром Нерассказанного И Непонятого И вот Тогда Поняв Что Нужно Делать Мастер Класс Подробным Без Вырезок С Максимально Подробным Объяснением Мы Начали Создавать Эти Уроки Сейчас Может Прописую Сейчас Я Немножко Выравниваю Фон После Этого Мы Вернемся Еще Уже С густым Слоем Белил К Прописи Самого Бутончика Сейчас Я Возьму Четвертый Слой Да Да Там И четвертый И пятый Они могут Продолжаться Но Мы еще Должны Успеть К Лиссировочке Вот Конечно На Проработав Один Бутон На уроке Букет Так вот Просто Не напишешь Но Зато Усвоив Данный Урок Вы Поверите В свои силы И если У вас Это Получилось И вы Почувствовали Что вам Понравилось Работать Вместе С нами Вы Поймете Что Те уроки Которые Мы Сделаны Сделали Они Сделаны Специально Для вас Больше Того Скажу Что Меня Настолько Радует Когда Мне Пишут И Присылают Работы Сделанные Уже Самостоятельно Составленные Букеты Составленные Натюрморты Пейзажи По Мотивам Тех Уроков Которые Они У нас Приобретали Ранее То есть Я вижу Вот там Ромашки Наши Есть Вот там Бархатцы Пописали Вот здесь Я вижу Что Лисирочкой Хорошо Воспользовались В традициях Той техники Которую давал И это Конечно Очень радует Потому что Для нас Важнейший Показатель Что человек Может работать Самостоятельно И это Здорово Ну Не все Имеют Возможность Приехать В Москву На мастер-класс На живой Не все Имеют Возможность Приехать В Ижевск Поработать Хотя У нас Здесь Замечательная Мастерская Можно Приехать И писать И совершенно Разные сюжеты Выполнить Вот А онлайн Онлайн А обучение Такую возможность Дает И конечно же Возможность работы По мастер-классам Где можно нажать Паузу Где можно Работу Продолжать В течение Достаточного количества Времени Комфортно И В удобное Для вас время Это плюс Очень большой Очень большой Плюс Так Я сейчас Темным Тоном Коричневый И черный Усилил Контраст фона И Цветка Вот Он стал Поярче Где-то мы можем Чуть-чуть Его смягчить Он высохнет И станет Не таким активным Он Чуть бледнее Станет Вот Это мы Сейчас Сделаем Помягче Касание К фону А сейчас Мы Начнем Уже Вносить Белило Пастозно Пастозно Начнем Вносить Белило На лепестки Чтобы форма Стала Ярче И выразительней Что очень важно Еще есть В курсах Тех Которые Мы вам Даем Объясняем Композицию Объясняем Приемы Объясняем То как работает Фон Почему Такой Фон Почему Такая Композиция Как сделать Ее Выигрышней Вот Эти моменты Очень важны Ну и конечно Один из самых Важных Секретов Которые Раскрываются В итоге Хотя На первый взгляд Кажется Ну что В этом Такого Огромное Искусство Это Уметь Завершать Работы И вот Когда вы Видите Как преподаватель Работу Завершает Что он Делает Для этого Что делает Работу Завершенной Это Опыт Дорогого Стоит Я Это Подсматривал У своих Педагогов В академии В школе искусств Где я учился Когда была такая Возможность В открытую Они нам этого Никогда не показывали А то что происходило При завершении Работ В процессе Обучения В академии И в школе искусств Там Несколько мазков Работа закончена А как ее закончили Ты не понимаешь И вот именно поэтому Чтобы Вы понимали Что и зачем Мы делаем Мы как раз Эти секреты И раскрываем Потому что Теперь мы знаем Как это делалось Потому что Владеем этой техникой Сами Так Ну что ж Белило Густо замешал Охра Наношу По светам Выделяю Еще Акрыл быстро высыхает А на палитре Долго держится Даже ничего не добавлено Дело в том Что Работая на керамической Палитре У вас Связующее Не уходит Вглубь бумаги Если вы работаете Не впитывается И поэтому Естественно И высыхает Дольше Керамика Пластик Да Дальше Очень важно То Ну там есть Некоторые Определенные Секреты Мы опять же О них говорим В курсе Вот Мы сейчас Всех тайн Раскрывать Не станем Но Там есть Тонкости И нюансы Как Сделать Работу Акрилом Более Комфортной Вот И эти Хитрости И секреты Которые Я подчеркнул Работая В иконописной Мастерской Над росписью Стен Вот Для меня Тогда это было Открытием Продолжаю Работу Наношу Беливо До свидания Конечно Сейчас Надо Заметить То Что Мы же Не можем Вам сейчас Рассказать Весь курс В течении Пяти часов В течении Полутора часа На одной розе Конечно То есть Там Все есть И подготовка Холста Перенесение Рисунка То есть Разные Разные Тонкости И варианты Которые Ведут К живописному К живописному Успеху Тонкости Вот Я уже сейчас Работаю Больше Даже С фактуркой То есть Мазки У меня Уже Они Ложатся Поярче Более Насыщенным Образом Звонче Звонче И активней Говорили мы сейчас Конечно Здесь много Но Заметьте Я очень Надеюсь Я очень надеюсь Что вы Это Оцените Как Добрый Жест В вашу сторону То что Работа Не написана За пять Мазков Вы Видите От начала И до конца Как это Создавалось То есть Что Здесь нету Такого Что невозможно Повторить Это повторить Возможно Благодаря тому Что это Набрано Постепенно Когда я учился В академии Мне очень повезло Что я учился Жил в общежитии Не С живописцами А я учился У меня жили И скульптора И архитектора От скульпторов Я Научился В скульптуре Во многом И всем тонкостям Которые касаются Восковок Отливок Формовки И создания Каркасов А с архитекторов Я взял Очень важное Качество Постадийного Создания Архитектурной Отмывки Как они работают Акварелью Как они проявляют Свою работу И вот этот Вот самый опыт Я сейчас Перерабатываю В акрил И даю вам То есть Как постепенно Вести работу И проявлять ее Для меня Тогда это было Просто открытием Мне это так понравилось Думаю Ой, ну это совсем Не школа искусств Это какие-то другие Приемы И вот как раз Эти приемы Мы сейчас вам даем Но Мы-то вам Как бы Приоткрываем Занавесочку Того Что возможно То есть Как это Вообще Можно Использовать Поверьте Что можно Еще создавать Большие Серьезные Картины Как натюрморты Как букеты Так и пейзажи Портреты Композиции Но Начинать надо С того Что вы Осилите Что вы Точно сможете А когда вы Пройдете Одну стадию Вам захочется И другую Пройти Потому что В хорошем смысле Это затягивает Сейчас я Подсушу И Может потом Капельку Росы Нарисую Капелька Росы Простите Но она Все-таки Останется За кадром Давайте Мы все-таки Покажем Божью Нет Нечто Более Важное Ну Нечто Более Важное Для Учеников Чтобы Они Увидели Как это Работает Хотя бы Вот Немножечко Чтоб Почувствовали Что это Можно Вот Конечно В уроках Там это В разных Вариациях И Лучше Показано То есть Как Масштабней И серьезней Сейчас Перед тем Как Задать Обобщающую Лиссировку Мы Сейчас Глубиночку Потеплей Дадим Где У нас Там Сон И Причем Лиссировку С охрой Желтой Мы Дадим Чуть Чуть Белил Сюда Добавим Чуть 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 Совсем Вот Белил Добавим Чтобы У нас Теплые Рефлексы Внутри Бутончика Заиграли Так Ну что же После этого Я вам хочу Сказать Вот сейчас После того Как Лиссировку Дадим И мы Уже Закончим Свой Эфир Напишите Для тех Кто У кого Потом Будет Эта Запись В HD То есть Для тех Кто Будет Работать По тому Или Иному Нашему Курсу Что Бы Вы Хотели Видеть В Стофаже И мы Как Раз Данное Ваше Пожелание Впишем После Окончания Эфира Потому что На это Потребуется Еще Как минимум Где-то Минут 40 45 Времени Вот Но чтобы Это было Не спеша Качественно И очень Внимательно Сделано Мы Вним За 10 Минут Не надо Этого Делать А так Мы Конечно Покажем Потом И Капельку Росы И все То есть Это у нас Будет Как это Будет Написано На Листочке Сейчас Мы покажем Обобщающую Лиссировку Так что Заказы На Стофаж Принимаются Так Подсохло Итак Обобщающая Лиссировка Вот посмотрите Вы сейчас Видите бутон Он прописан Достаточно Контрастно То есть Несколько Ярковат И Это И Объяснимо Потому что Кисточкой Сразу Все Мягко И сплавить Это Достаточно Сложно Вот Для этого Как раз Есть Обобщающая Лиссировка Мы вам Покажем Только Основной Маленький Момент Как Она Может Работать Другие Виды Лиссировок А их Несколько Они У нас Показаны В мастер Классе Но Чтобы Вы поняли Насколько Это Эффективно И как Это Работает Кусочек Маленький Мы покажем Вам Я Я Видел Чтобы Ни Один Художник Еще Практиковал Такую Вещь Хотя На самом Деле Видел И Этот Момент Я Его Позаимствовал Но Те Художники Которые Этим Пользуются Они Это Совсем Не Афишируют У Них Это Секрет С Вами Делюсь Вот Белило Жиденько И Слегка Растягиваем Проходимся По Световой Части Где У Нас Как Раз Основная Пропись Шла То есть Мозг Кричит Что Это Делается Зачем Это Как Это Так Лиссировки Так Не Наносятся Лиссировки Это Прозрачные А Вы Работаете Белилами Белилы Непрозрачные Зачем Вот Именно Затем Что Кроме Как У Нас Вы Этого Больше Нигде Не Увидите А Теперь Смотрите Вот Дорогие Друзья Касания Стали Мягче И Сейчас После Этого Мы Имеем Возможность Еще Раз Пройтись По Светам Сделать Их Поярче А Градации Между Лепесточками И в тенях И везде Они Стали Мягче И Тоньше То есть То как Это В жизни И Есть И Вы Имеете Возможность Опять Расставить Акценты По Новой И еще Их Усилить Но Другое Дело Что Разбег Между Тенью И Переходами От Света К Тени Глубокими Тенями У вас Стал Нежнее И Контрасты Между Мазками Они Стали Мягче За счет Этого Роза Становится Более Воздушной То есть То что Очень Зачастую Трудно Делать Ученику Это Мягкие Переходы Нежные Касания Одного Тона К Другому За счет Чего Роза Начинает Как раз Оживать Если Где-то Какая-то Очень Важная Тень Ушла Вы Ее Можете Проявить И Прописать Еще Немножко Усилить Вот Вот Таким Вот Идет Работа Над Цветком Сейчас Можно Опять В тени Чуть Чуть Где-то Тепленького Добавить В некоторых Кусочках Проявить Слегка Некоторые Глубокие Тенюшечки Задать И Работа Станет Поярче Но Главное Что Касание Вот И Переходы У нас Стали Мягче То есть Что Очень Трудно Сделать Сразу С первого Раза Кисточкой И Что Можно Как раз Добиваться С помощью Лиссировок Также Мы Еще Можем Слегка Подчеркнуть Контраст Падающей Тени От Лепестков Вот У нас Эти Как раз Контрасты Здесь Есть Мы Легко Жиденько Акварельно С водичкой Намечаем Проявляем И Получаем Вот Такой Вот Результат Сейчас Еще Немножко Здесь Немножко Здесь Есть Небольшие Места И Акценты Где Вот Эту Тень Можно Проявить Но Опять Видите Я Это Делаю Очень Легко С Водичкой С Охрочкой С Тепленьким Где Это Вот Как раз Ориентируюсь Да После Этой И Сроки У меня Не Разделись Кому-то Показалось Что Картина Нежнее Кому-то Что Наоборот Потерялся Рисунок Нет Так Вот Дело В том Что Мы Рисунок Потом Слегка И Проявляем Вот А сколько Так Можно Клоев Слоев Если честно Бесконечное Количество Вот На Аукционах Сотбис Крести У них Вообще Есть Специалисты Которые По Срезам Меряют Количество Слоев И Лиссировок Как Они Это Делают Я Не Совсем Понимаю Но От Этого Стоимость Живописи Возрастает Поэтому Если Вы С нами Учитесь Работать Лиссировками И Тем Более Добиваться Этого Еще И В Масле И То Ваши Работы Еще И Дороже Будут Стоить Может Фактор Не Такой Важный Но Все Равно Приятный Согласитесь Когда Твоя Работа Стоит Дороже А что такое напряжение В картине Напряжение Но я думаю Что это Должно быть Прежде всего Связано С тем Акцентом Контрасты И сюжета На котором Завязано Основное Внимание Которое Хочет Художник У зрителя Привязать К тому Или иному Месту В картине И как он Дальше Руководит Его Взглядом Цветовой Тоновой Контраст Что Выделить Что Списать Есть Некоторые Понятия Которые С анатомией Связаны С точками Покоя И напряжения Но это Уже Тема Совершенно Уже Других Выступлений И других Мастер-классов Вот Сейчас Сколько-то Стебель Выделю Немножко По Его Свету Пройдусь Чуть-чуть Где-то Светом Поиграть Слегка Можно Графически Ту или иную Грань Листочка Выделить Блеск Блеск Придать Блеск Придать За счет Окружения Подходит Скажем Ко мне Ученик И говорит Что Я зашел В тупик У меня Ничего Не получается Чего-то У меня Как-то Все Не так Я говорю Ну как же У вас Все Не так Вам Надо Просто Поработать Над окружением У вас Неплохо Написаны Цветы У вас Хорошо Все Получается Вы же Уже Много Сделали Я не знаю Я ничего Я не понимаю И не знаю Как И вот Что мы Тогда делали Я проводил Такой Эксперимент И много Раз Я подходил К ученику И говорю Что У вас Прекрасная Работа Вам просто Нужно Потратить Время На то Чтобы Грамотно Написать Окружение А окружение Это Поверьте Это Больше 70% Работы То есть По Площади И я Тогда Делал Что Я Чтобы Не быть Голословным А чтобы Показать Что Ученик Тоже Может Это Сделать В своей Работе Только Ему Потрудиться Надо Я Не касаясь Цветов Писал Только Окружение Только Лепестки Только Фон Только Все 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 Окружение И за Счет Этого Работа Вообще Принимала Другой Вид Хотя Бутоны Оставались Теми же Самыми Ну вот Я думаю Что надо Закругляться Да Все Участников Высказываться За Все-таки За капельку Росы Которую Вы Закадров Нарисуем Да Так Ну Капелька Росы Капелька Росы Вот Да Мы ее Обязательно Напишем Просто Чтобы Это у нас Не растягивалось На Долгое Время Мы Это Сделаем Внимательно Не спеша И Закадров Так Сейчас я Опять же Вначале У нас был Чистый Лист Картона Сейчас У нас Работа Вот И поверьте Она станет Еще Интереснее